Всем большой привет! Сегодня я вам хочу показать распаковку чая из интернет-магазина Мой Чай. Оформили и собрали мне заказ быстро, заказывала через почту Россия. Пришел он мне вот в такой коробке, коробка не поврежденная, с логотипом Мой Чай. В этом интернет-магазине сотни сортов чая, обладающих широким спектром вкусовых качеств, уникальными технологиями приготовления с самым различным внешним видом и действием. И мне уже не терпится быстрее открыть эту коробку и заварить себе самый вкусный чай. И как я вижу, все очень хорошо упаковано. И первое, что я заказала, так и написано, это знакомство с чаем. Наверное, это самый наилучший вариант ознакомиться с ассортиментом чая. Приходят и устакуют в крафтовой упаковке. Следующая упаковка набора чая, это знакомство с русскими травами. Здесь, наверное, огромный выбор трав и чая, собранных из разных уголков нашей родины. Очень классно, что они собирают такие наборы, потом в дальнейшем можно заказать понравившийся чай уже в большой упаковке. И еще один набор чая, это знакомство с красным чаем. Замечательный набор ценителей красного чая в состав набора входит сорта, различающиеся по типу сырья. Здесь листики, черенки и почки различных размеров и способов скрутки. С различными ароматами, хлебно-ягодными, медовыми, шоколадными и фруктовыми натками. Вижу, положили подарок, один из видов чая, спасибо большое, обязательно попробую. Так, следующий чай, нет, это корень имбиря, как его увидела, сразу решила заказать. Второй комплимент в виде двух магнитиков с логотипом названия интернет-магазина «Мой чай» также перейдет на мой холодильник. Помимо наборов чая, решила себе заказать отдельную позицию, это лимонник крымский, по-другому железница крымская. Здесь в пакете 100 грамм. И последняя отдельная позиция, это цветы и ван-чая. В упаковке также 100 грамм. Разложив на столе все чаи, хочу рассказать немножко о чае. В этом интернет-магазине огромный ассортимент, разумные цены, ну и самое главное, отличное качество. Весь чай собран в Китае, и заказывая через этот магазин, вы получите 100% натуральный чай, без подделок. Повторюсь, как увидела корень имбиря, сразу решила заказать. В упаковке 100 грамм, цена 350 рублей. Здесь корень нарезан мелкими кубиками для лучшего заваривания и высушен на низкой температуре в октябре месяце. Содержит различные эфирные масла, все витамины, микро- и макроэлементы. Корень имбиря оказывает противовоспалительное, спазмолитическое, обезболивающее, растасывающее, ветрогонное, патагонное, согревающее и тонизирующее воздействие. Повышает иммунитет и половую потенцию, очень полезен для профилактики и лечения простудных заболеваний, застойных явлений в легких. Заваривают и пьют самостоятельно или в сочетании с другим чаем. И это еще не все ценные качества имбиря, которые я вам прочитала. Вот так вот выглядит высушенный имбирь с очень приятным ароматом. И как можно заметить, все натуральное, без каких-либо примесей, только один корень имбиря. Будьте внимательны, имбирь противопоказан при обострении желудочно-кишечных и кожных заболеваний, камнях в желчном пузыре, заболеваниях сердца, повышенному артериальному давлению и вперед беременности. И мне уже не терпится быстрее его заварить и попробовать его вкус. Пока я заварю в кружку, но конечно же лучше всего его заваривать в термосе. По правилам нужно взять 3-5 грамм на 500 мл воды. При передозировке можно сжение слизистых оболочек. Пока буду показывать остальные чаи, пускай завариваются. Этот корень имбиря, наверное, я больше буду заваривать в зимний период, когда начинаются обычно простудные заболевания. Следующий это лимонник крымский, по-другому татар-чай или железница крымская. Это однолетние травянистые растения из семейства яснотковые. Содержит эфирные масла, иридоиды и флавоноиды. Отвары и настои в народной медицине применяют при простуде для улучшения пищеварения и укрепления иммунной системы. Собирают в горах Крыма. Напиток получается прозрачный, лимонно-желтого оттенка, очень легкий, нежный и ароматный. Вкус тонкий, сладковатый, с яркой цитрусовой кислинкой. Раскрыла упаковку и удивилась. Вы только посмотрите. Одни цветки желтого лимонника. Очень я довольна этим заказом. Сразу видно, что все натуральное. Наверное, я также буду пить в зимний период. Этот напиток лучше заваривать в термосе из расчета 3 грамма на 350 мл воды. Ну и всем нам известный это цветы иван-чая травяной сбор. Его можно пить как самостоятельный напиток, но лучше всего использовать как добавку к чаю. Раскрыв пакет, пошел очень приятный и вкусный аромат. Сразу видно, что все натуральное, без каких-либо примесей. Одни цветы иван-чая. Все настолько натуральное, как у бабушки в деревне. Такое чувство, что его высушили буквально вчера. Понравился аромат, буду его добавлять к чаю. Нисколько не пожалела, что заказала цветы иван-чая. Пока я вам рассказывала, корень имбиря заварился. И у меня получился вот такой вот замечательный напиток. Буду пить его без сахара и укреплять свою иммунную систему. Я конечно не умею описывать напитки, но по вкусу получился перченый и даже слишком перченый. Присутствует жжение небольшое. И это скорее всего я очень много заварила имбиря. А так, если добавить сахара, вкус будет очень приятный и меня почему-то сразу кинуло в пот. Но опять же его нужно пить в качестве профилактического средства от простуды. Также его хорошо сочетать с лимоном и медом. Ну и давайте же перейдем к набору и будем знакомиться с очень вкусными чаями. И это наверное самый наилучший вариант. В этом наборе можно распробовать большое количество чая. Найти именно то, что мне наиболее по вкусу. Ну и потом в дальнейшем можно уже будет заказать тот чай, который понравился наиболее всего. Как допустим вот в этой 100 граммовой упаковке. В этом наборе все чаи расфасованы по 20 грамм. И сюда входит шу-пээр, шэн-пээр, белый-пээр, белый чай, красный чай, зеленый. И дальше все чаи с очень сложными названиями, которые я не выговорю. Это пробники различного чая с очень большим выбором. Здесь их огромное количество видов. И эти 20 грамм чая наверное выйдут где-то на 3-4 раза заваривания. Здесь действительно очень много чая. Мне наверное хватит на целый год. У каждого чая есть подробное описание, состав, с каким ароматом, какой получается напиток и для чего полезнее всего. У этого чая воздействие освежающее, мягкое, тонизирующее и оптимистичное. А у этого чая воздействие согревающее, тонизирующее, аромат низкий, густой, многогранный, вкус сочный, достаточно мягкий, плотный, немного вяжущий, с легкой огненной горчинкой. Переходящие в освежающее послевкусие. Раскрыв пакет, я увидела прессованный чай, похож на плитку шоколада. Плитка конечно сломалась. Вот он кусочек. Все вместе составляет 20 грамм. Я уже подготовила кружку и заварник, и давайте же посмотрим, как этот чай заваривается на деле. Мне очень интересно, никогда не пила прессованный чай, и давайте посмотрим, как же он будет завариваться. В заварнике буду заваривать тайваньский уунь. У этого чая тоже интересный способ сушки, незнакомый для меня. Примерно насыплю где-то 1 четвертую, наверное, часть упаковки. Ну, может где-то чуть-чуть побольше. Добавлю кипятка и буду пить, наверное, самый вкусный чай. Мои знакомые, друзья, родные люди, конечно же, знают, что я и моя семья очень любим пить чай. И действительно это так, чай я пью очень часто, могу пить каждый час. Поставлю в сторонку и буду наблюдать, как же раскрывается этот вкусный чай. Хотя уже в заварнике видно, не прошло и минуты, чай уже полностью раскрылся. Следующий набор это знакомство с русскими травами. А здесь собраны все виды трав самых полезных и вкусных напитков. Тоже небольшие упаковки по 20 грамм. Ну и, конечно же, очень большое количество. У этих чаев, конечно, интересное, но сложное для меня название в составе травы, цветы и добавки. Травы, цветы и добавки, лист таболги или таболги. Травяные сборы, шаманские сказки. Поближе покажу состав и заметьте, что здесь все натуральное. Даже есть лист яблони ферментированный. Травяные сборы, горный кавказ. Рассыпчатый чай, сложным названием для меня. А сосновые почки, по-моему, уже были. Еще один прессованный чай в составе ферментированные листья яблони, копченый иван-чай весом 14 грамм. Травяной сбор кусочек леса в составе шиповник, гипрей, мелиса, малина, медуница, бадан. У меня в огороде, кстати, тоже растет цветок бадан, но этот, наверное, не тот. Ну и, конечно, лучше такие чаи заваривать в термосе, в заварнике, а не как я в кружке. Это чай прессованный, плиточный, одна дольга рассчитана на 1 литр. Чай чага, который нужно настаивать 3-4 часа. Фруктовый дым, черный чай, крупный листовой иван-чай. Сухой бальзам, травяной сбор крымский. Здесь, конечно, собрано очень большое количество чая, большой выбор. Я очень-очень довольна этим заказом. И давайте же посмотрим, как у меня заварился чай. В кружке, честно сказать, он еще заваривается. А вот в заварнике, думаю, получился самый вкусный напиток. Посмотрите, как раскрылись чайные лепестки. Конечно же, чай пахнет, но у этого чая особенный приятный аромат. Пока отложим чай в сторонку, пускай еще заваривается. Третий вид набора – это знакомство с красным чаем. На упаковке написано, как нужно правильно заваривать. Вода должна быть 95-100 градусов, а чая – 6-9 грамм. И внутри огромное количество чая, пробники по 20 грамм. В наборе примерно 20-30, а может и 40 штук этого чая. Красный чай, высушенный на солнце. Букет готового чая. Яркий, теплый, фруктовый, пряный, с древесными, хлебными и цитрусовыми нотками. Красный чай, фруктово-древесный. Для себя, думаю, найду, наверное, очень много вкусного чая. И, конечно же, для себя я спробую весь натуральный ассортимент, который, думаю, только можно заказать в интернет-магазине «Мой чай». Я очень рада, что сделала заказ из этого интернет-магазина. Конечно же, для себя я открою новые интересные и вкусные напитки. Ну и здесь же их, конечно, огромный выбор. Этот набор, конечно же, отличается по типу сырья. В этом наборе листики, черенки и почки различных размеров и способов скрутки. Также по букету готового чая с хлебно-ягодными, медовыми, шоколадными и фруктовыми нотками. Раскрыла один вид чая. Мне очень интересно посмотреть, как же он выглядит, натуральный чай. И вы только посмотрите, натуральные листья, нет никакой пыли. Одни чайные листья, высушенные по всем правилам. Это, конечно же, не тот чай, который продается в «Пятерочке», в «Магнете», ну или в любых других супермаркетах. Даже размер чайного листа сохранен. Все-таки я неправильно заварила чай, никогда не совершайте моих ошибок. Конечно же, все чаи нужно заваривать в заварниках. До конца этот чай не раскрылся, наверное, так как он полностью не заварился. Но по вкусу получился очень приятный, насыщенный, ароматный, чуть-чуть сладковатый чай. Мне очень понравился этот чай. Конечно же, он по вкусу отличается от моих домашних чаев. Ну и, конечно же, вижу, что в заварнике чай раскрылся на все 100%. И если в кружке был уже слегка теплый чай, то здесь, в заварнике, он до сих пор горячий. Свет у чая, посмотрите, он становится красивым, насыщенным, с приятным ароматом. Вы, наверное, помните, сколько я сюда ложила чая. И посмотрите, как он сильно раскрылся. Большие листья. И, конечно же, это чай высшего сорта. Пью за вас этот замечательный напиток. Конечно же, очень вкусный чай, без комментариев. Всем рекомендую. Кто любит чай так же, как и я, как моя семья, этот интернет-магазин «Мой чай» для вас. Всем советую и всем рекомендую. В этом магазине вы найдете 100% натуральный чай. Ну и раз у меня не заварился прессованный чай в чашке, я хочу попробовать эти травяные сборы. Это также прессованный чай. Заварить уже в заварнике. В составе шиповник, кипрей, сосновые почки, мелиса, малина, медуница и бадан. Раскрываю чай. И посмотрите, как он интересно выглядит. Честно скажу, до сегодняшнего дня я никогда раньше не видела прессованный чай. По виду, конечно же, видно, что все натуральное. Листья, шиповник, даже семена шиповника. Нужно отломить небольшую дольку. У меня, наверное, получилось много для моего заварника. Ну да ладно, ничего страшного. Чайник у меня только закипел. И я знаю, что мой заварочный чайник изготовлен из очень термостойкого стекла. Очень он мне нравится. Заваривается поистину очень вкусный чай. И по виду я уже понимаю, что именно этот чай я буду пить после бани. Камеру поставлю на быструю перемотку. И мы вместе посмотрим, как же заваривается этот чай. Ну что ж, чай этот где-то заваривался 5 минут. Посмотрите, какой у него получился приятный, красивый цвет. И он полностью раскрылся. Я, конечно же, очень жалею, что тот прессованный чай я неправильно заварила. Больше не буду повторять своих ошибок. У этого чая сбор из дикорастущих таяжных трав и ягод, собранных на Алтае, прессованный в плитку весом 50 грамм. Этот чай оздоравливает и умиротворяет, не содержит кофеина и искусственных добавок. Чай по вкусу ненавязчивый, постепенно уходящий в кислинку шиповника с ароматом таежного леса. Богат витаминами, микроэлементами и активными веществами. И он действительно пахнет лесом. Ну что ж, друзья, мне очень понравился мой заказ. Здесь все чаи 100% натурального качества. Мне они очень понравились и я смело их вам могу рекомендовать. Они действительно очень вкусные, приятные и натуральные. Этот заказ я сделала из интернет-магазина Мой Чай. Ссылку оставлю внизу под описанием этого видео. Повешиваю эти два магнитика на холодильник и всегда буду знать, что у меня в доме самый вкусный чай. Буду угощать своих родных, близких и своих знакомых. В этом заварнике я уже заварила другой чай и сейчас всей семьей мы будем наслаждаться этим самым вкусным напитком. Ну и конечно же этот чай я дам попробовать всей своей родне. Также в описании и под этим видео я оставлю все ссылки на чай, которые я сегодня вам показывала. Возможно вам что-то понравилось и чтобы долго не искать, смело нажимайте на ссылку и читайте описание. Ну а мне и всей моей семье приятного чаепития. А также и вам всем приятного чаепития. Берегите себя и своих близких. Не болейте, будьте здоровы. Всем до новых встреч и пока-пока. До новых моих видео. Субтитры сделал DimaTorzok